Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Редюшев Андрей Фёдорович. Интервью Игорь Жидов и Алексей Валяев-Зайцев. Литературная обработка Игорь Жидов и Алексей Валяев-Зайцев. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 20 октября 2006 года. Часть 2. Отказы техники. Вы рассказали про отказы матчасти самолёта. А бывали ли отказы радиоаппаратуры, бортового оружия? Отказ радиоаппаратуры — это была редкость. Предмет специального разбирательства. В одном из боевых вылетов у меня при включении отказала радиостанция. Тут пригодилась переноска, самоделка. Посветил я её внутрь передатчика, предохранитель сгорел. Вставляю запасной, включая передатчик, второй предохранитель сгорел. Перерыл карманы — ничего подходящего. Стрелку говорю. Валька, поройся в карманах. Может, у тебя есть что, железное подходящее? Он порылся, говорит. У меня только гвоздь. Ну так давай его сюда. Воткнул гвоздь, включил. Отбил быстренько сообщение. Получил квитанцию. Выключил от греха подальше. После посадки технику самолёта сказал. Запиши. Отказал передатчик. Вместо предохранителя стоит гвоздь. А сам пошёл к начальнику связи полка докладываться. Тот напустился на меня. Почему в положенное время не послал сообщение? Я ему и рассказал, что случилось. Про гвоздь рассказал. Не поверил. Он записал себе в журнал. Сказал. Проверю. После отдыха пришёл я к самолёту. А техник ко мне. Чего слепень тут жужжал? В самолёт лазил. Да включал там. Начальник связи полка майор Слепнёв. Тыловой человек. Летать, похоже, боялся. Всё на земле отсиживался. Поэтому отношение к нему было другое. И прозвище было. Слепень. Примечание Андрея Фёдоровича. По словам техника радиста, оказалось, что у меня в передатчике временно замкнула цепь подачи питания. Но не намертво. Потом, наверное, встряхнула. И даже с гвоздём можно было работать. Что касается отказов оружия, то они происходили часто. На ИЛ-4 в моей турели стоял БТ, Березин турельный. А в нижней люковой установке ШКАС. ШКАСы мы больше любили. Они хоть по конструкции посложней, но отказов на них было меньше. А пулемёт Березина, похоже, не любил перепады температур. И на высоте при сильном охлаждении у первого патрона иногда отрывалось дульцы и оставалось в стволе. И тут его догонял следующий патрон и заклинивал пулемёт. У нас в полку такое в боевых условиях было многократно. У меня это случилось в первый же раз, когда я раз стрелял на высоте и потом бывало пару раз. После этого первого случая командир поставил нам условия. Либо самим набивать патроны в ленты, либо в крайнем случае контролировать набивку. И чтобы они были ровно смазаны не моторным маслом, а густой пушечной смазкой. Иногда, чтобы передёрнуть затвор, хватало своих сил. Один раз мы с Валькой и бортовую ребётку приспособили. Расклинили, но уже по дороге домой. Один раз так и привезли заклиненный пулемёт домой. А случай был неприятный. Показалось мне, что на нас истребитель заходит. В такие моменты я командиром командую. Дал указание довернуть самолёт в нужную сторону. А навёл в подозрительное место. И один выстрел, и пулемёт заклинил. Командир после полёта напустился на ружейника. А тот на меня стал показывать. Ну, а мне ничего не было. Ну, что ещё про отказы? Отказов в двигателе я не помню. Точнее, чтобы они самопроизвольно останавливались. Но бывало, что командир какой-либо двигатель почему-то временно выключал сам. Вот правый двигатель старались до последнего не выключать. На нём генератор стоял. А без генератора на одних аккумуляторах далеко не улетишь. Обсуждали лётчики и штурманы результаты бомбёжек. Ведь и родные города бомбили. Переживали ли за промахи? Ни разу не слышал, ни во время войны, ни после. Мы бомбили не города, а точечные цели. Мосты, склады, железнодорожные узлы, порты и прочее. Результаты документировались. Разброс бомб у нас был небольшой. Несколько десятков метров. Конечно, разговоры после каждого вылета были и порой очень эмоциональные. Но совет нашего командира полка помнили. Бойся и не болтай. После одного из моих первых вылетов, доложив начальникам, пришли экипажем в столовую. А там за одним из столов спит лейтенант, не наш. Сели мы за стол, а командир наш сходил, посмотрел, что это ещё за вояка. Вернулся, сел за стол и приложил палец к губам. Мол, будьте в разговоре осторожней. Молча поели, вышли из столовой, спрашиваем, что это было. Особист. И не пьяный. И не спит. Значит, слушал, о чём разгорячённые лётчики после боевого вылета говорят. У нас один экипаж в полку был вызван на какую-то комиссию и в полк не вернулся. Может, что лишнего и сболтнули, выпивши после вылета. Я сначала водку не пил, не приучен был. Да и после первых полётов надобности в ней не было. Потом я и сам выпивать стал, напряжение снималось. Но напомню, что фронтовые 100 грамм мне каждый день давались, а только после боевого вылета. Вот и посчитай, сколько я за войну фронтовых выпил. А командир и штурман иногда и выкаблучивались, и после боевого вылета не пили. У молодого поколения и в голове каша. НКВД, СМЕРШ, особый отдел. Вроде как всё одно. Современные фильмы ещё больше путаницы увеличивают. Особый отдел – это контрразведка в конкретной части, противодействие течке информации, сбор информации о моральном состоянии. Это не СМЕРШ. Про чью деятельность, например, в книге в августе 44-го написано. СМЕРШ нас в Польше прикрывал. Особисты даже в ШМАЗ были. Что я про них помню? Ну, например, был у нас курсант, который так отощал, что, ну, прозрачным стал. Ну, какая там авиация? С ним особист побеседовал и направил на медкомиссию. Медкомиссия признала его здоровым, но назначила ему усиленный паёк, и он быстро вошёл в норму. Второй случай. Парень якобы страдал недержанием мочи. Направили на комиссию. И первая комиссия показала, что он здоров. И вторая. Беседы с особистом не помогли, и через какое-то время парня из школы убрали. На фотографии. Ил-4. 5-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. 1947 год. Городня Черниговской области. Обязательный вопрос к ветерану. Как победу встретили? Я две победы встретил. После Белоруссии мы перелетели в Бельск, Белостокского воеводства Польши, где и встретили победу. 8-го мая ночью начальник штаба узнал о капитуляции Германии и от радости не удержался, рассказал часовому. Часовой после смены рассказал в караулке. Из караулки новость мигом разлетелась по всему полку. Все, кто в чем и с чем был, выскакивали на улицу, палили в воздух, ракеты пускали, радовались. День победы мне как раз 20 дней не хватало до 20-летия. На утро командир на построении командует первому попавшемуся офицеру. Дай свой пистолет. И выясняется, что ни у кого нет ни одного патрона. Дурачье. Хоть бы один для себя оставили застрелиться. Последствий нашего самовольства не было, поскольку оказалось, что наш шумгам наши жизни спас. Смершевец рассказал, что в ночь с 8 на 9 мая группа диверсантов армии Краева планировали нападение двумя группами на аэродромы и на казармы, где жил летный состав. Но благодаря праздничному шуму и стрельбе сорвалась диверсия. Они решили, что их обнаружили и убрались. Сегодня уже без оглядки на союзников по Варшавскому пакту страшные и многочисленные события про армию Краева вспоминают. Например, летчик-истребитель рассказал, что у них ночью всех девушек из наземного персонала в общежитии зарезали. Много таких случаев и во время войны, и после. И они не просто убивали, но смертью одних запугивали других. То, что называли зверствовали, а сейчас называют террором. Армия Краева отличалась особой жестокостью. Вырезали наши караулы, перед убийством наших солдат над ними издевались, звезды на теле по-живому резали. И обычно нападали так, чтобы не встретить отпора. Это не пропаганда. Пропагандой было то, что умалчивали про это. А свидетели помнили. А как к нашим военным относились поляки? Не аковцы, а обычные люди. С населением были нормальные отношения. Ну, разве что наши молодые офицеры пользовались повышенной популярностью у местных женщин. Когда перебазировались в Польшу, вначале удивились, как зажиточно поляки живут. И сами работящие, и еще нанимают работников. Пригляделись, а у них немцами ничего не разграблено. Контраст с нашей Белоруссией огромный. Немцы над поляками не зверствовали. Ужились поляки с немцами. Сдали им евреев, которые занимались в основном торговлей и составляли полякам конкуренцию. А причина некоторой натянутости отношений с нами была связана с их боязнью коллективизации и раскулачивания. И еще из-за связи части населения с армией Краевой. У них свои внутренние, как теперь говорят, разборки были. И так называемая армия Краева не только против нашей армии разбойничала, но и против своих зверствовала. Тех, кто с новыми властями сотрудничал. А поскольку поддержку большинства она не имела, то уже в 45-м году решила перейти на территорию, оккупированную союзниками. Тогда польское руководство обратилось с просьбой к нашему руководству. И, я думаю, решалось на самом высоком уровне. И самый последний боевой вылет на Западе мы сделали уже после победы над Германией. 19 мая 1945 года днем мы бомбили части и обоз армии Краевой. Они прорывались на Запад, на территорию западных союзников. Война с Японией Была еще и вторая победа. Над японскими милитаристами союзнический долг выполняли. В июле 1945 года 10 экипажей нашего полка отправили в командировку на Дальний Восток для передачи боевого опыта и на усиление. Кто за старшего был, не помню. Два героя Советского Союза, один из них майор Титов, полетели пассажирами на Дугласе. Добирались почти две недели. Первую посадку сделали в Монино. В первую очередь нас отвели в столовую, а потом развели по комнатам. Летчиков и штурманов в одну, стрелков в другую. Когда опять собрались вместе, летчики и штурманы ругаются. Мы думали, что на парад летим, а оказывается дальше, в Свердловск. Из-за отказа двигателя сели в Казани, на заводском аэродроме. Заводская бригада быстро отремонтировала, сменили цилиндр, но наступил вечер. Облетали на следующий день и отправились дальше. В Свердловске сели на военный аэродром, примыкающий к Кольцово. Запомнилось огромное количество аэрокобр. На три дня нас задержали в Хабаровске из-за непогоды. И когда прилетели в Ворошилово-Ссуриск, то местный комдив стал над нами подтрунивать. Летчики летали и ночью, и в непогоду, а вы из-за мирной непогоды опоздали. Потом эта погода ему в первом вылете аукнулась. В полк мы вошли отдельной эскадрильей. Может, поэтому номер полка в памяти и не сохранился. Каких-то специальных занятий по передаче боевого опыта не было. Опыт передавали в неформальной обстановке. Учили работать в ночном полете на ощупь. Рассказывали нештатные ситуации. Получили новые машины. Прямо с завода в Комсомольске-на-Амуре. Очень удивило нас в Дальневосточном полку большое количество женщин. В Пятом гвардейском полку женщины были. Служили связистками, официантками, прачками, две медсестры. А здесь буквально на половине всех технических должностей – женщины. Командование наше базировалось в Ворошилово-Уссурийское. А аэродром находился в сотне километров возле деревни Кокшаровка, на середине пути между Ворошилово-Уссурийском и Владивостоком. Война с Японией для нас началась в час пятнадцать по московскому времени. В Москве война Японии была объявлена на пятнадцать минут раньше. В наш первый боевой вылет на Дальневосточном фронте мы взлетели на Харбин в хорошую погоду, но на хвост нам уже села гроза. Харбин был без какой-либо светомаскировки, весь сиял. После Европы непривычно было. Тот вылет ходили мы на железнодорожный узел. Здесь, на Дальнем Востоке, нас впервые на боевые задания сопровождали истребители. В воздухе встреч с японцами не было, но зенитки нас обстреливали. Этот первый вылет Дальневосточного полка из-за грозы сопровождался большими потерями. На обратном пути самолеты попали в грозовой фронт. Все наши десять западников вернулись благополучно, а местных попадало немало. У нас не только боевой опыт был, но и опыт прохождения гроз был, а у местных нет. В эту войну мы уже летали только днем и только строем. Я участвовал в девяти вылетах. Условия для полетов очень сложные. Наша взлетно-посадочная полоса располагалась полоской между сопок. Погода очень капризная. Часто плотные туманы накатывали. Возможно, что однажды такой туман нас от беды и позора спас. Неожиданно надвинулся, и мы взлететь в назначенное время не смогли. С открытых аэродромов подняли самолеты соседней дивизии. Оказалось, что наши наземные части и без поддержки с воздуха уже преодолели сопротивление японцев и захватили этот район. И массированный бомбовый удар пришелся по своим. Может, сами наземники не успели сообщить об успехе, или их корректировка в штаб еще не дошла. Не знаю. Но, как нам рассказывали, командир и штурман дивизии в вылете участвовали. Их и признали виноватыми. Наземные себя обозначали цветными ракетами, но ведущие то ли не увидели ракет, то ли решили, что японцы разгадали шифры. Такое бывает. И вводят их в заблуждение. Можно только гадать. Наказание очень крутое было. Слухи ходили, что комдивы и штурманы дивизии приговорили под горячую руку к расстрелу. Но точно ли это, не знаю. В оправдании можно было бы сказать, что не было у них боевого опыта, а он кровью приобретался. С территории СССР мы перелетели в Корею, на аэродром на берегу моря. Канко по-русски, Хамхынг по-корейски. Приземлились на аэродроме, но оказалось, что батальон обслуживания и полковые тылы отстали, застряли где-то на железной дороге. Прибыли они только на следующий день. С нами в каждом самолете прилетели техник и моторист. И был у нас целый день свободы. На территории аэродрома оказалось несколько больших, неохраняемых, неуничтоженных и неразграбленных складов. И двери настиж. Японцы так запугали корейцев, что они опасались заходить на территорию даже опустевшего аэродрома. Мы с Валькой пошли посмотреть. Первый склад вещевой. Форма, снаряжение, рулоны ткани. Я Вальку спрашиваю, нам нужны тряпки? Неа, не нужны. Другой склад оружейный. Штабелями лежат ящики с винтовками, патронами, гранатами. Мы с Валькой взяли ящик гранат, пошли на берег моря и все гранаты в море побросали. Гранаты были похожи на наши. Банка с ручкой, взрыватель вкручивается в ручку и надо ее торцом стукнуть, а что-нибудь твердое. Как искры посыпались, бросай. На следующий день решили мы все-таки по куску материи взять, а возле склада уже наш часовой с винтовкой стоит. Порядок блюдет. На аэродроме японские истребители стояли в целости и сохранности. По ним мы полазили из любопытства. Сейчас иногда слышу, что у японцев парашютов не было, но я запомнил, что пилотские сидения у них были такие же, как и у нас, чашкой. Значит, парашюты у них были. На аэродроме было разбросано много заполненных бочек. Командир полка поумному поступил. Сразу по прилету собрал нас всех и сказал, в бочках древесный спирт. У японцев истребители на спирту летают. Пить его нельзя. Помрете или ослепнете. Лучше к этим бочкам не подходите. Из любопытства мы все равно проверили. Открыли бочку, понюхали – спирт. Налили в посудину – прозрачный спирт. Подожгли – синим горит. Спирт. Но привыкли доверять командиру. А в скорости на этом аэродроме человек 80 пострадало. На свадьбе техника лейтенанта. В том числе и жених с невестой. Жених еще и уговаривал. Это нас комиссар с командиром пугают. Можно этот спирт пить? Вот мы вчера с невестой проверили, а сегодня зрячие. Кто помер, а кто вовремя сообразил – два пальца в рот, да воды побольше пить. Выжил, но ослеп. Ужасная история. Корея и Польша – ничего похожего. Корейцы нищие были. Под японцами намучились. Нас добро встречали, как друзей. Мы и жили, и ходили свободно, без опаски. Не то, что в Польше. Недели две-три мы там были. Когда в Корею перелетели, нам выдали оккупационные деньги. Розовые такие. Но, видно, ненадолго их рассчитывали. Краска с них водой смывалась. Мы их в карманы гимнастерок положили, а при жаре от пота краска потекла и форму нам попачкала. На этом же аэродроме произошел странный инцидент. Что я сам видел. Однажды над нашим аэродромом закружил Б-29. Непонятно, что ему нужно было. По тревоге были подняты два Як-9. Они ему показывали необходимость посадки, но он вел себя странно. И как они не старались приземлить нарушителя, ничего не получилось. Тогда один из наших очередью повредил ему мотор, и американцы тут же сели на наш аэродром. Экипаж вылез, но остался у самолета. Часа два к ним никто не подходил. Потом приехала машина с нашим офицером, гости в нее погрузились и уехали в штаб. Через небольшое время, примерно через час, приземлилась вторая крепость, забрала экипаж и какие-то приборы и улетела. А поврежденная крепость осталась у нас. Мы по самолету целый день лазили. Любопытство профессиональное. У нас таких громадин не было. На следующий день УБ-29 уже стоял часовой и никого не подпускал. А еще через день на автобусе и на Дугласе прибыла большая комиссия. Они два дня мерили, фотографировали, что-то снимали. И ЦАПОВ. Жизнь на небе и на земле. К моменту окончания Советско-Японской войны армия США уже более двух лет вела боевые действия против Японии. В этой войне американские военнослужащие попадали в плен. Один из лагерей военно-пленных армии США располагался на территории Северной Кореи в районе Канко. При этом американцы знали его расположение и для поддержки военно-пленных с боевых самолетов Б-29 сбрасывали контейнеры с продуктами, одеждой и предметами первой необходимости. Полеты проводились по согласованию МИД СССР и США. После 3 сентября 1945 года был подписан договор о разделении зон ответственности на Северную и Южную Корею, проходящую по 38-й параллели. При этом лагерь американских военно-пленных оказался в нашей зоне. Вопрос о наведении соответствующего порядка в режимах полетов авиации в зонах находился в стадии согласования. Американцы, как ни в чем не бывало, даже не информируя нас о времени, высоте и маршруте, продолжали летать. Наши попытки навести какой-то порядок в этих полетах к положительному результату не привели. Б-29 продолжали летать. Принудить их к посадке мирными средствами не удавалось. Командир полка Савченко собрал военный совет в составе начальника штаба полка майора Василия Никитина, замполита майора Никона Мелентьевича Грива и меня. Мы пришли к выводу, что надо действовать по закону. Если самолет не выполняет требования, то его нужно попугать открытием огня. При очередном пролете Б-29 мы передали на борт дежурного истребителя такую команду. Летчик нашего самолета Як-9М, старший лейтенант Филимонов, после выполнения всех формальностей, открыл огонь и попал по правому крайнему двигателю. Двигатель загорелся. Из летающей крепости на парашютах выпрыгнуло 8 человек. Командир корабля сходу поперек полосы произвел посадку подбитого самолета на соседний аэродром Канко. Об инциденте доложили по команде. Через два дня на аэродром Канко прибыла американская комиссия. Осмотрев самолет, комиссия приняла решение самолет не ремонтировать. Разобрать и перевозить его по частям было тоже накладно, и американцы решили его бросить. Этот самолет был перевезен в Москву и стал прототипом для наших конструкторов при проектировании бомбардировщика Ту-4. Нам удалось принудить к посадке на свой аэродром еще один американский бомбардировщик, но более ранние модификации. Случилось это в августе 1947 года. Вначале мы услышали гул самолета, который шел со стороны 38-й параллели. Затем увидели его визуально, определили тип Б-25. Командир поднял воздух пару истребителей. Они заняли положение, один сзади, сверху, второй подошел ближе вперед и сигналами потребовал произвести посадку на аэродром. Экипаж беспрекословно выполнил эту команду. После посадки выяснилось, что самолет вылетел с острова Окинава и должен был сесть в Сеуле. Был включен автопилот, а экипаж забыл ввести поправку на силу направления ветра, поэтому самолет залетел к нам. Командир экипажа был очень расстроен. Но все, мне больше не летать, меня отстранят от полетов. Об инциденте сообщили в МИД. Вечером мы угостили американцев, и они немножко пришли в себя. После выпитого спирта даже стали требовать привезти им женщин-кореянок. Мы им отвечали, что таковых у нас нет, поэтому их просьбу выполнить не можем. В 1947 году мы с приятелем попали в Монино, и там я увидел стоящий Б-29. А что здесь делает Б-29, спросил я. Да это не Б-29, это наш Ту-4, получил ответ. Служба после войны. После дальневосточной командировки домой в часть мы добирались больше месяца с приключениями. За всю дорогу на запад горячее питание получили только два раза в Иркутске и Челябинске, а так сухой паёк и кипяток. В сухой паёк входили хлеб, сахар, консервы, колбаса. Консервы были и рыбные, и мясные, тушёнка и наша, и иностранная. Колбаса была в основном варёная. На Дальнем Востоке тушёнка была в основном американская. Когда я в 1946 году приехал в отпуск и выложил сухой паёк, моя мать испугалась. Ты это украл? Она такого богатства во время войны и не видела. На Восток мы быстро самолётом добрались, а обратно выбора не было, только поездом. Команда в сорок человек. Поезда на запад битком набиты. Доехали на перекладных от Владивостока до Читы. Лопнуло терпение и где-то точно не помню, кажется, в Чите ещё на формировании в депо мы захватили вагон, выставили в тамбурах дежурных с оружием. На вопросы отвечаем, ничего не знаем, мы спецкоманда. И так ехали. И вдруг, кажется, в Челябинске наш вагон отогнали на запасные пути и стали с нами вести переговоры. Мы, оказывается, окружены, и пулемётчики, автоматчики с комендантского взвода нас на мушке держат. Мы сдались, всех арестовали. Наш начальник объяснил ситуацию, вместе посмеялись, снабдили нас проездными билетами. В Москве старший распустил нас на сутки по Москве погулять. В назначенное время собрались без потерь на Белорусском вокзале. Оказалось, что билетов достали всего четыре. Два героям Советского Союза и два старшим офицерам. И это на сорок человек. В поезд мы прорвались, вещички в купе героев побросали, а сами по поезду разбежались. Когда проводники требовали у нас документы, мы отвечали, знать ничего не знаю, еду со старшим, он приказал ехать здесь. Я человек подчинённый, а сам в другой вагон ушёл. Там ищите, проездные у него. Так до Бреста доехали. И совершенно неожиданно, несмотря на все наши документы, наши советские пограничники отказались пропускать нас с личным оружием. Мы доказываем, что это табельное оружие. Как будем оправдываться? Да ещё, не дай бог, аковцы нападут. Нам нечем отстреливаться будет. Всё равно не пустили. Тогда старший дал телеграмму в полк, и через некоторое время прилетел Дуглас, и всех нас сорок человек забрал в полк с оружием. Сразу после этой поездки в октябре я первый раз серьёзно заболел. Температура поднялась, кашель. Доктор посмотрел и определил, что это воспаление лёгких. Поместили меня в лазарет и стали лечить. Чем и как лечили, не помню, но точно не антибиотиками. Вылечили. В 1946 году из Польши мы перебазировались в городню Черниговской области. Это между городами Гомель и Щёрсом, но ближе к Гомелю. В городне самым красивым зданием была тюрьма, ещё царская, но действующая. Перед тюрьмой стояли три бронзовые пушки. Напоминание о том, что здесь шведы Петру Первому соли на хвост насыпали. На севере городка располагался наш грунтовый аэродром на окраине двухэтажной школы, отданной нам под казарму. В 1946 же офицерам разрешили жить в городе. До этого все жили в казармах. На этом аэродроме я пробыл до 1950 года, и всё это время полк эксплуатировал свои Ил-4. А когда соседний 16-й гвардейский полк расформировали, то их машины передали нам. Сейчас много говорят, кто сколько и чего из оккупированной Европы вывез. Я же не помню, чтобы кто-то из моего экипажа прибарахлился. После войны, когда мы базировались и на Украине, и в Беларуси, неважно, откуда кто призывался, все были как дома, как в родных местах. Армия была народной. В 44-м году, помню, все считали себя русскими, стали русскими. С началом мирной жизни обстановка в полку резко изменилась. Как будто пружины сжатые стали в людях распрямляться. Дисциплина стала падать, аварии участились, всё одно к одному. И я в городне несколько раз на гауптвахте побывал. Да всё по пустякам. После войны мой командир Борис сломался и загулял. Командование его прикрывало, посылало на всякие курсы для разнообразия жизни. А я стал летать в разных экипажах. Летал и с Комзвена, и с Камэском, а последние полтора года с командиром экипажа Навродским Володей. Ребята, напишите особо про моего командира Ушакова. Если бы не он, и смелый и думающий не сидел бы я с вами сейчас, не рассказывал. После военные годы сильно отличались от военных. Новым министром обороны стал, не помню точно кто, но он понизил нормы питания для летного состава до общевойскового уровня. Это сильно ударило по здоровью летчиков, участились аварии. Как-то при взлете сразу после отрыва от земли самолет пошел на вынужденной прямо перед собой. Самолет разбит, экипаж чудом жив, летчика отдали под суд. На следствии выяснилось, что он просто ослаб от такого питания, и судом его оправдали. И с нами приключилась авария по причине технической. На родной машине, на которой войну прошли, на разбеге штурман кричит, а не наше ли колесо катится впереди? И тут же самолет чиркает консолью по земле и ползет по взлетке. Мы выскочили, а самолет загорелся. Оказалось, усталость метала, разрушилась стойка шасси в районе Рымболта. Самолет успели потушить. На старте у нас и в войну были и пожарка, и техничка, и медики. Полеты в тот день не прекратили. Просто самолет с полосы стащили, и давай дальше летать. Я в этой аварии затылком сильно приложился, положили в больницу. Замполит пришел ко мне в палату, спросил, ну что, испугался? Я думал долго, ну, вроде бы испугался. Но если испугался, хорошо. Видно, что замполиту сразу полегчало. Летать будешь. Плохо было бы, если бы не испугался. Замполит у нас хороший мужик был. Он меня не раз выручал, часто просто умным советом. Возник вопрос о демобилизации, но я неожиданно своего бывшего учителя математики встретил Новозыпкова. Он предложил мне поступить в вечернюю школу и окончить 10 классов. Я ведь только 8 до армии окончил. Я написал рапорт, чтобы меня оставили на сверхсрочную. Понимал, что если закончу школу, мои возможности резко увеличатся. Но замполит меня вызвал и говорит, забери рапорт и демобилизуйся. Странности какие-то происходят. Трясут тех, у кого родственники были рапрессированы. У меня дед в 1937 году был посажен в тюрьму. И чин был небольшой. То ли секретарь, то ли делопроизводитель в местном суде. Но, как бабушка говорила, выпивши мог ляпнуть что-нибудь. Вот после ноябрьских праздников пришел в суд, посмотрел на портреты вождей и сказал, что у вас тоже головы болят? Вроде и рядом никого не было. 9 ноября арестовали. В 1942 году в тюрьме умер. А в 1954-м реабилитирован полностью. Застал я и переименование полка из 5-го гвардейского в 121-й гвардейский. Когда я уходил из армии, наш полк готовился к переучиванию на Ил-28. А что скажете про старший офицерский состав? Мне с командирами полка везло. Когда в полк прибыли, им командовал подполковник Шошин. Замом по боевой у него был Омельченко. Потом Шошин ушел. Омельченко Александр Михайлович стал командовать. После войны молодчий. Хороший командир был. Не подберу слова соответствующего. Ну, хулиган. Во всем хулиган. Ни летать не боялся. Ни начальства не боялся. Никого не боялся. И нас в обиду не давал. Мы им гордились. Замполит полка Казаринов у нас летающий был. Мы его уважали. Знал он, как нам живется. Помогал, чем мог. На фотографии. Слева направо. Омельченко Александр Михайлович, командир полка. Казаринов Леонид Филиппович, замполит полка. 1947 год. В конце войны наш полк был в составе 11-й гвардейской бомбардировочной дивизии 1-го бомбардировочного корпуса авиации дальнего действия. Когда мы прибыли в полк, комдивом был у нас Меншиков, а комкор Тупиков. Комдив Меншиков запомнился мне таким случаем. В самолете Поросенкова поменяли моторы, и их надо было обкатывать 3 часа. Поросенков взлетел и начал на бреющем полете гонять. Кончилось тем, что подцепил в мотор сено с крестьянской повозки. Хорошо еще, что мальца возницу не покалечил, только напугал. Сотарадиаторы охлаждения оказались забиты. Мотор стал перегреваться, и пришлось Поросенкову садиться на вынужденную. Что, фамилия Поросенков развеселила? Так у нас много было таких, особенно украинских. Например, портянка, гнида, труба. Едет по стоянке машина, и вдруг кто-то кричит, «Стой! Трубу переехал!» «Да и хрен с ней, с этой трубой!» «Да нет!» «Оружейнику ногу переехал!» На разбор этого случая к нам прилетел комдив Меншиков. Выстроил полк на разнос и закатал речь. «Кто желает летать на бреющем полете?» «Два шага вперед!» «Строй стоит!» «Еще раз спрашиваю, кто желает днем летать на бреющем полете?» «Два шага вперед!» «Строй стоит!» «Трусы!» «Я договорился с начальством, кто желает, взлетает днем и на бреющем летит бомбить Будапешт!» Вот такой комдив был. Наказание Поросенкову было отстранения от трех боевых вылетов и наземной наряды. Хуже и обиднее наказаний тогда для нас не было. Это сейчас понимаешь, что, может, на эти три полета жизнь продлевалась, а тогда по военным нравам очень строго и обидные наказания. А вот другое наказание другого комдива и после войны. Прилетел комдив, герой Советского Союза Иван Балашов, не помню отчество, полк проверять. Заходит с большой свитой. Свои замы, полковое начальство, экскадрильское начальство, в казарму, а в казарме в самом конце помещения на втором ярусе солдатик сидел и подворотничок подшивал. Солдат себе под нос не громко возьми, да и скажи, по улицам слона водили, как будто на показ. Генерал расслышал и дал солдату десять суток ареста. Разницу, за что наказание и какое наказание, чувствуете? На фотографии Молодчий Александр Игнатьевич 1949 год После войны наши отцы-командиры и в особенности замполит Казаринов и Молодчий многих спасли. Авиация перешла на штаты мирного времени и началось сокращение. Многих сократили, но тут же ввели новые должности, например, агитатор-пропагандист, начальник по физподготовке появился, разные замы. И удалось немало заслуженных людей пристроить. Жизнь нужно было разнообразить, чтобы они спились, и появилась на самом деле очень популярная спортивная секция тяжелой атлетики, гиревой спорт. Стали создавать самодеятельность и какие таланты в полку обнаружились. Ребят пьющих из компании вырывали, отправляли в командировки, на учебу. Мне кажется, что сам молодший при переходе от военной к мирной жизни пострадал, ведь он к нам с Дальнего Востока как бы с понижением на комполка явился и потому знал, как людей после войны реабилитировать. И еще, мне кажется, после войны одна проблема появилась. В любой части есть шелкоперы, они в боевой части не приживаются, летать не умели, ничего не умели, вот их командиры старались под любым предлогом из части сплавить, иногда на должность с повышением, иногда на курсы, в академию. Конечно, в основном не бездрей, но и их. И вот боевой офицер лямку тянет, тянет, воюет, а война кончится, и академики порой возвращаются в часть начальниками тех, кто их направлял. Сегодня вспоминают, как бы сказать точнее, о присутствии православной веры во время войны. Наверное, и ваш рассказ о том, как сели в темноте у церкви и живо остались, в эту копилку наверняка попадет. А есть ли еще воспоминания? За всю войну в церкви был один раз в городе Клецке. Пошли в увольнение с друзьями как раз на окрещение, зашли из любопытства. На входе нам напомнили снять шапки, народу битком. И запомнил только то, что когда ко мне бабушка подошла с ящичком с надписью на храм, вывернул карманы, нашел 10 рублей и сам вложил. Вот после войны поучительная история в 1947 году произошла со мной на Пасху. Тогда партийные органы пытались привлечь армию, чтобы испортить праздник и заставить народ пасхальное воскресенье работать. Перед самой Пасхой, числа 14-15 апреля, замполит вызвал меня и еще человек 6-7 и приказал, отбывая этого распоряжения местного райкома партии. Ну что делать? Приказ. Выдали задание и направили в колхозы уполномоченными для проверки хода весенних работ. Мне достался колхоз в том самом месте, где сходятся границы России, Белоруссии и Украины, где, как говорят, один пивень на три республики спивая. Общение с украинцами не прошло для меня бесследно. Как-то сами певучие слова в язык входят, и когда я вернулся домой, мама смеялась, слушая мои рассказы. Ну, совсем хохлом стал. Да мы, белорусы, украинцы и русские, народ один. Говор только местный отличается. Примечание Андрея Федоровича. Приехал. В контору колхоза зашел, представился. Председатель колхоза мне подробно изложил план работ на воскресенье. Это поле баранить, на ферме работать, что-то с лошадьми делать. Потом я с секретарем парторганизации потолковал. Вроде все хорошо складывается. Определили меня на постой к деду. Дед про мое задание расспросил и говорит, не бери сынку в голову, что сегодня и завтра увидишь, а то с ума сойдешь. Что мне делать, чем заняться, не понимал. Пошел прогуляться, туда-сюда. К вечеру село обезлюдило. Только дежурная девчонка в правлении у телефона. Все собрались у церкви. Мне как-то туда неудобно было идти, и я спать пошел. Проснулся, дед к столу зовет. А на нем бутылочка водки, предмет особого внимания деда, закуска и яйца раскрашенные, освещенные. Поговорили, и я опять уснул. Утром в правлении. Девчонка говорит, председатель туды ушел, и рукой показывает, а секретарь, а он туды, и в противоположную сторону. Пошел на конюшню. Мальчишки Борона снарядили и на лошадях в поле. Когда через несколько часов до поля добрался, Бороны в куче, лошади стреножены, и никого. Бродил-бродил, никого из начальства не повстречалось. Вернулся к деду. Он обрадованно, мать, солдат пришел, доставай початую праздничную, а мне шепчет, не отказывайся, а то одному мне не выставит. Выпили, закусили. Так прошло воскресенье. В понедельник прихожу с утра в правление, все на месте, все работают. Председатель дал мне для отчетности справку на узенькой полоске бумаги. Все намеченное на воскресенье выполнено полностью, оборонование даже перевыполнено. Справка выдана уполномоченному для представления вышестоящему руководству подписи, печать. Попрощались мы с дедом, как родные обнялись. Я ж тоби казав, уполномоченный, не бери до головы. Когда замполит построил, вернувшихся из пасхальной командировки, с улыбкой говорит, никто, кроме старшего сержанта Редишева, в выполнении задания отчитаться не смог, а он молодец, справку о перевыполнении весенних работ привез. Награды. Я обратил внимание, что ветераны порой именно грамотой, благодарностью главнокомандующих гордятся больше, чем медалью. Молодому поколению это непонятно. Медаль, орден из металла, а благодарность невесома. Но ветераны правы по-своему. Это наши металлические награды по существу, те же благодарности, поскольку льготы от них тоже невесомы. Не всегда так было. К ордену Отечественной войны в 45-м году мне выдали три книжечки. Одна удостоверение, вторая, талоны на бесплатный проезд раз в год в любую точку СССР и обратно, и третья, ведомость на получение 20 рублей в месяц. Не помню почему, но получал я не помесячно, а один раз получил сразу 580 рублей. Выплаты эти, если не ошибаюсь, еще при Сталине отменили. Проездом я так ни разу и не воспользовался, а потом и его отменили. Хотя мне известен уникальный случай. Мой тесть был награжден медалью за боевые заслуги, а в книжечке к ней была задокументирована льгота, бесплатный проезд на городском транспорте. Жил тесть в городе Жигулевске, и когда подходил контролер, он эту книжечку показывал. Его убеждали, что льготы отменены, а он свое. Я воевал? Воевал. Победил? Победил. А ты кто? Ты кто? Я не знаю. А здесь подпись чья? Председатель президиума Верховного Совета. Его и в милицию отводили, а он стоял на своем. Отпускали. Цирк бесплатный. И приняли городские власти мудрое решение разрешить ему одному в качестве исключения по этой книжке ездить бесплатно. И это продолжалось где-то до начала семидесятых. Довольно неожиданно стрелку радиста и сразу отечественные войны первой степени, а не медаль за боевые заслуги и не звездочку. Вот такой казус улыбается. Ну, казус, это когда штабист награду не сумел урвать, а когда стрелок радист орден получил, это, наверное, за дело? У нас в полку дифференцированно подходили. Я же говорил. У нас было за работой и чтобы документальное подтверждение было о том, что сделал. В то награждение, когда я был награжден отечественной, командир и штурман получили по боевому красному знамени, а валька-стрелок красную звезду. Второй орден отечественной войны второй степени мне вручили уже после окончания войны, а потом еще 10 разных медалек юбилейных. Да, к благодарностям у ветеранов особое отношение и не только к личным. Хотелось мне иметь на память фотографию стенда с наградами полка, ведь это и мои награды. Переписку затеял и в 1994 году получил ответ из Энгельса. Стенд, оказывается, при перебазировании из Беларуси не сохранился, но выписку наград полка мне на память прислали и еще поблагодарили за мой запрос. Министерство обороны Войсковая часть номер 42-165 11 июня 1997 года Здравствуйте, уважаемый Андрей Федорович! Мы вам очень благодарны, что вы не забываете наш 121-й гвардейский севастопольский краснознаменный авиационный полк. Прежде всего, Андрей Федорович, поздравляем вас с Днем полка. Этот день у нас будет торжественно отмечаться. Желаем вам здоровья, неувядаемой ветеранской бодрости. Личный состав полка чтит и продолжает славные боевые традиции старшего поколения. В полку открыт музей, перевезенный из Мочулищ. Но перевезли не все экспонаты. Того стенда, о котором вы говорите, у нас нет. Мы вам сообщаем из исторического формуляра поощрения, которые были объявлены полку за время его существования. Первое. 18.08.1942 года приказом Народного комиссара обороны СССР товарища Сталина номер 250 от 18.08.1942 года 81-й авиационный полк дальнего действия преобразовать в 5-й гвардейский авиационный полк дальнего действия. Второе. За отличие в боевых действиях при освобождении города Севастополя объявить благодарность. Приказ Верховного главнокомандующего от 10.05.1944 года. Третье. За отличие в боевых действиях при освобождении города Севастополя присвоить наименование Севастопольский приказ Верховного главнокомандующего номер 0136 от 24.05.44 года. Четвертое. За отличие в боевых действиях при освобождении города Мариуполь, Барвенково, Чаплина объявить благодарность. Приказ Верховного главнокомандующего от 10.09.1943 года. Пятое. За участие в боевых действиях при освобождении города Минска объявить благодарность. Приказ Верховного главнокомандующего от 3.07.1944 года. Шестое. За участие в прорыве укрепления обороны противника на Бобруйском направлении объявить благодарность. Приказ Верховного главнокомандующего от 3.07.1944 года. 7. За участие в боевых действиях при освобождении города Будапешт объявить благодарность. Приказ Верховного Главнокомандующего от 14.02.45 года. 8. За участие в боевых действиях при взятии города Данцик объявить благодарность. Приказ Верховного Главнокомандующего от 30.03.45 года. 9. За участие в боевых действиях при взятии города Кёнигсберг объявить благодарность. Приказ Верховного Главнокомандующего от 10.04.45 года. 10. За участие в боевых действиях при взятии города Берлин объявить благодарность. Приказ Верховного Главнокомандующего от 2.05.45 года. 11. За участие в боевых действиях за порт и военно-морскую базу Свиномюнде объявить благодарность. Приказ Верховного Главнокомандующего от 5.05.45 года. 12. За образцовое выполнение заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками наградить орденом Боевого Красного Знамени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.1945 года. Уважаемый Андрей Федорович, мы очень рады письмам ветеранов. Пишите нам. Еще раз с днем полка. Счастья вам и здоровья. Исполняющий обязанности командира войсковой части, номер 42-165, гвардии полковник А. Серебряков. Мирная жизнь. Со своими однополчанами я встречался дважды. Первый раз встреча ветеранов полка произошла в 1985 году в Мочулищах на Белорусской земле. Вторая встреча ветеранов состоялась в 1990 году в Новочеркасске, куда мы с Бажановым приехали на 50-летие формирования полка. Местом формирования полка была деревня Павловка. Но в 90-х годах аэродром был уже распахан, а в зданиях расположилась школа по подготовке военных поваров. Мы посмотрели казарму. По сравнению с нашей она гостиница. Койки одноэтажные, возле каждой коврик, тапочки, тумбочка и так далее. С личным составом не встретились. Но душевные беседы были в горкоме КПСС в горсовете. Люди встречали нас очень радушно. Побывали мы и в музее, а также в школе, где была собрана история нашего полка с фотографиями и боевым путем. Но и здесь членов моего экипажа не было. Разные. На Ил-4 питание электрооборудования шло от генератора, установленного на правом двигателе, и от аккумуляторов, находящихся в фюзеляже. Было правило, если выключался правый мотор, то и радиостанция выключалась, только приемник можно было изредка включать. Передатчики стояли мощные радиолампы, которые потребляли много энергии. Нас свои ни разу не обстреливали, ни зенитки, ни истребители. Поворачивать турель надо было с усилием, ведь напор воздуха сильный был. Все обмундирование у нас было советское, иностранного ничего не помню. Шоколад тоже был наш, вроде бы бабаевский, еще гвардейский. Тот самолет, на котором я летал во время войны, имел однотонную зеленую окраску, детали фюзеляжа изнутри не были окрашены, цвет чистого дюраля. Во время войны никто громких слов не произносил, просто воевали. Громкие слова пошли уже после войны и в основном от тех, кто на войне не был. В 44-м году в полк к нам певица Русланова приезжала. Прямо возле стоянок поставили два грузовика, борта открыли. Там и разместились Русланова с баянистом. Я ее час слушал, потом нас на полеты вызвали, а ребята рассказывали, что она еще час пела. Вот так я, парень из деревни, Русланову слушал. За все время, что я был в полку, на нашем аэродроме только один раз базировались истребители. Закончилось такое соседство мордобоем. У них в день по нескольку вылетов, а у нас вылет не каждый день. Они только днем, а мы только ночью. Они нас никогда не сопровождали и не встречали. Мы на работу, а не спать. Мы спать, а не на работу. Слово за слово взаимное обвинение. Вы не воюете. Это вы не воюете. У меня было денежное удовольствие, что-то около 100 рублей. Из них 75-80 рублей я отдавал на военный заим в течение 10 месяцев. Остаток был мой. В момент нашего прибытия в полк выплат боевых денег за боевые вылеты не было. Но летчики стали бузить обращаться к комполка, замполиту. Тогда Начфин куда-то съездил и приказ привез, что деньги надо выплачивать. Через какое-то количество боевых вылетов мне выплатили деньги за выполнение боевых заданий. Это было что-то около 1000 рублей. Несколько раз, но сумма колебалась. Один раз выплатили 5000 рублей. Я эти деньги отсылал домой, матери. Когда она получила 5000, то написала мне в письме. А ты их не украл? Я их пока не трачу, чтобы ты мог вернуть. В авиации хреново, а около – хорошо. Все время, пока я был в полку, я ни разу не видел, чтобы раскулачивали какой-либо самолет. Запчастей у нас было в достатке, аж до моего ухода из армии. Когда перелетали из городни в Новозыпков, несколько самолетов не взлетело. Их оставили на старом месте. В казарме я прожил 7 лет и 10 месяцев. Во время войны разговоров о том, что было плохого до войны, не вели. Ни самодисциплина была, и органов боялись. Когда наш экипаж пришел в полк, в полку ходила байка, что летчик Осипов, в последующем дважды Герой Советского Союза, в конце 43-го года или в начале 44-го, привез в крыле неразорвавшуюся бомбу. Бомба, видимо, попала свыше летящего самолета. Но я, честно говоря, об этом от него самого ни разу не слышал. А ведь по одной земле ходили. У нас в полку во время войны было два дважды Героя Советского Союза. Василий Осипов и Павел Таран. Сейчас именем Тарана стратегический бомбардировщик Ту-160 назван. В Энгельсе та часть базируется. Во время полета любой из членов экипажа, бомбардировщик Ил-4, имел возможность покинуть самолет. Летчик через откидную часть фонаря кабины. Штурман в свой люк. Стрелок в нижний фюзеляжный люк. Мне было удобнее покидать самолет через нижний люк стрелка. Люк открыл, поднял пулемет вверх, поставил на защелки и выпрыгивай. Если вдруг стрелок убит, то его можно было в сторону отодвинуть, чтобы люк не загораживать. Мог я через свою турель выброситься, но это неудобнее и намного. Во-первых, надо колпак турели откинуть и на два замка закрепить. Во-вторых, пулемет прямо в живот упирается, сдерживает движение. В-третьих, не на что упереться, чтобы в турель вылезти. Нет упора ни ногам, ни рукам. Так что покинуть самолет можно было в любое время. Но без приказа командира экипажа ни один из членов экипажа не имел права покинуть самолет. Это подсудное дело. Интервью Игорь Жидов и Алексей Валяев-Зайцев Литературная обработка Игорь Жидов, Алексей Валяев-Зайцев Конец интервью. Читал Олег Лобанов Литературная обработка Игорь Жидов Корректор А.Игорь Regional Буланов Корректор А.Кулакова Продолжение следует...